Идем дальше. Вот какие-то страшные, скорее даже не страшные, а странные фигуры каких-то монстриков. Если они кому-то напоминают людей, то людей очень странных. И пойдем вдоль Висла-страды, в какой смысл идти и снимать поток машин. А пойдем вот тут, через этот парковый массив, к мосту. Надеюсь, мы с ним выделимся. Да, в Варшаве постоянно висят какие-то информационные таблички о тех или иных юбилее тех или иных деятелей, либо о тех или иных событиях исторических. А это неудивительно. Любое помнящее свое или построившее свое. У меня такое ощущение, я прерываюсь, что это похоже на ульи. И какие могут быть ульи? Представляю, как бы меня сейчас затаковать. Пасека-эдукациина. Ага, то, значит, учебная пасека. Мне это как бы учат, как общаться и разводить пчел. Что ж, полезное. Вот польский гаспром Орлен. Ну, удивление, тут нету мошек, как это было около старого мяса. Ни одна даже не пробует приземлиться на меня. В то время как там, атаки продолжались без перерыва. Вот можно выйти вну Квистостраде. Но мы не выйдем к Квистостраде. Пойдем в сторону от нее. Но надеюсь, что удастся выйти в мосту из этого автомобильного гамма и шума. Да, это тоже хороший сквер, парк. Запахи чистые и приятные от цветущих трав и деревьев. Деревья, пение птиц и все такое. Тишь да блажь, да божья благодать. Кошки выводит меня эта тропа в сторону. Но есть варианты и возможности опять свернуть в сторону. Да, 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 спасибо. В сторону Висла. Так или иначе, все ведет к Квистостраде. И естественно, отходя от нее, я частично удлиняю свою дорогу к мосту, но одновременно тут более приятная дорога, чем около автомобильного шоссе. Вот березка, или это осина. Да, березка, то конечно, это скорее всего осина. Что за этим ограждением? Что там может быть? Ну вот я вижу какие-то скульптуры там, наверху. И мы пойдем туда. А не будем интересоваться, что находится за этим безобразным забором. Что-то промышленного объекта. Ну, ну, так что это за скульптурки. Вот видите, там уже и мост недалеко. Скоро будет конец нашего путешествия. Если это безымянные скульптуры, то трудно. Если же они имеют какую-то, так сказать, что-то там отмечают, какое-то событие, мы сейчас прочитаем. Ну, подойдет на то, что это просто символические скульптуры. Сейчас поснимаем их. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь культурах есть что-то языческое, как будто какие-то идолы. Но может и нет. Другой воспаленный ум Скажет, что это Чисто христианские Скорбящие Силуэты Ну, например, одна смотрит в небо Другая на землю, третья вообще Но для меня это Явно обе правь А с другой стороны Эти скульптуры Вот здесь столбы Явно Носят Неоязыческий Характер Вновь появились мошки И говорят, хватит, вали Дружок Говоришь не то И не так Все было совершенно иначе задумано Ну ладно Кстати, тут интересная сосенка Осинка Которая Вот такой имеет Сросшийся Мутантский Альба еще как Насгазать Ну что ж Наверное, хватит Ну что ж Можно идти с птичкой И мы, наверное, и сделаем Соземь зрением Кольцо Все Первое Кольцо Соземь зрение Знаю Соземь зрение